Всем привет! Рано или поздно любой коллекционер сталкивается с тем, что хочется заказать растения по почте. И возникает куча сомнений, страхов, как они дойдут, как вы их получите, в каком виде, будут ли они живыми и такими же здоровыми, как их отправляют. Конечно, наша Укрпочта отличается умом и сообразительностью, и очень много посылок приходится по зданиям, растения портятся, растения засыхают, посылки бросают, не очень аккуратно с ними обращаются, поэтому Укрпочтой я бы не советовала пользоваться и отправлять растения. С другой стороны, есть такой замечательный перевозчик, как Новая Почта, которым я обычно отправляю свои растения или заказываю, если мне хочется пополнить свою коллекцию. И новой почтой очень удобно отправлять или получать. Посылочки доходят буквально за день, за два, и вы уже можете сразу получить то растение, которое вы хотели себе заиметь. Если написать на посылке, что там или стекло, или хрупкое, обозначить, где находится верх, где низ, то вашу коробку они будут сильно бросать, и посылка дойдет целой и невредимой. Итак, сегодня мы с вами убедимся, что растения по почте доходят в целости и сохранности, и попробуем сегодня сделать с вами унбоксинг двух посылочек. Я заказала растения новой почтой. Вот видите, их можно отправить в коробочки, и можно отправить сверху в пакетики таком. Внутри тоже коробочка, но просто упаковка уже идет от новой почты. И вот сюда вкладывают накладную. Здесь прописываются все ваши данные, данные отправителя, данные получателя. И в таком виде вы уже получаете посылочку. Я заказала растения из Киева и из Днепропетровска. Живу сейчас в Одесской области. Вот как вы видите, из Днепропетровска в Одесскую область у нас один день шла посылочка. Сейчас мы ее будем открывать. Каждый коллекционер запаковывает по-разному свои растения. Если упаковка хорошая, если коробочка плотная и растения аккуратно уложены, хорошо зафиксированы, то в дороге они не повредятся, не поломаются. Можете не переживать. В следующих видео уроках я покажу вам, как отправлять посылки, как упаковывать растения для отправки. А сегодня мы посмотрим, что вы получаете, если заказываете растения по почте. Итак, хорошо видно, да, что у нас приехало сегодня. Так, здесь мы видим пасы на пиалочке. Сейчас я его достану, чтобы вы хорошо рассмотрели. Вот вы видите, вот такой вполне живой, здоровый и довольный пасынок. Вот снизу он замотан во влажную ватку. Вот нам остается его размотать аккуратненько. Сейчас я вам покажу, как это делается. Вот, видите, вот такой вполне довольный жизнью пасынок. И сейчас можно будет его посадить в стаканчик с землей. Я пока его заверну назад в ватный спонжик. Пусть полежит, а мы посмотрим, что же там приехало дальше. Вот видите, внутри коробочки, там еще видно стаканчик с запакованными растениями. Растения хорошо были зафиксированы, поэтому коробочка маленькая, небольшая. Все аккуратно, хорошо вошло. И ничего не поломалось. Вот здесь два пакетика. Вот смотрите. Видите, вот один листик отломался при транспортировке. Ну, это не страшно. Тоже растение аккуратно уложено в ватный спонжик. И в целом вполне жизнерадостное. Мы его тоже сейчас посадим. А здесь у нас химера. Я ее долго ждала. Робс Лаки Пенни. Вот такая красавица листовая химера. Видите, растение хорошо запаковано в туалетную бумагу. Туалетная бумага увлажненная. Поэтому фиалочка себя хорошо чувствует. И вот мы видим, конечно, пару листиков примялись. Но это еще особенности этой химеры. Она практически белая, поэтому, когда листики немножко сминаются, то такие коричневатые и некрасивые пятна остаются. Но это не страшно. В целом растение живое-здоровое. Вот как вы видите, не особо сильно пострадало. И сейчас мы ее будем приводить в порядок. Так. Переходим ко второй посылочке. Итак, будем открывать нашу коробочку. Видите, коробочка хорошо заклеена скотчем. Все надежно зафиксировано. У каждого коллекционера свои уже фишки в упаковке. Все привыкли упаковывать растения по-разному. Нам самое главное, чтобы они хорошо доехали. То уже насколько это эстетично, красиво, это уже второй вопрос. Ну вот, пожалуйста, смотрите. Вот такая вот штучка, чтобы оно все не помялось. Вот тут я вижу еще листики в подарочек мне положили. Здорово, это, конечно, приятно. Подарки это всегда приятно. Каждый коллекционер старается в посылочку положить еще что-то в подарок. Это же такая годами выработанная традиция. Поэтому заказывать растения по-посте всегда приносит кучу радости. Так, и сейчас я доберусь... Вот, мне обещали прислать красавицу Химеру Робс Магнетик Филд. Вот видите, как ее упаковали. Вот такая картонка. Там свернута в рулон. И внутри хорошо зафиксировано растение. Вот, раскрываем. Еще здесь хорошо скотчем заклеено. Чтобы в дороге не болталось и земля не рассыпалась. Мы аккуратненько срезаем. И вот что мы имеем. Вот растение получается. Хорошо обмотанной туалетной бумагой и скотчем. Мы аккуратненько его распаковываем. Разрезаем скотч. Постараемся делать это аккуратно, чтобы не повредить растение. Тут получается и скотч, и пакетик, и туалетная бумага. Все, чтобы фиалке было хорошо в дороге. И аккуратненько разворачиваем. Супер! Все, что я могу сказать, просто суперская розеточка. Замечательное растение. Вот такая вот здоровенная уже детка. Это уже не детка, это просто стартер. Еще чуть-чуть, и я так чувствую, там уже будут лезть бутоны. Вот такая замечательная у меня химерка появилась. Вот смотрите, а вокруг самого растения получается коллекционер аккуратненько уложил спонжик ватный и сверху проклеил скотчем, чтобы все это не просыпалась земля при транспортировке. Вот видите, можно перевернуть розетку, и земля не просыпается. Бывает, конечно, приходят по почте разные посылки. Бывает, просто укладывают коллекционеры аккуратненько растения в горшочки с землей, отправляют деток фиалок. И просто прокладывают все это газетой с мятой или салфетками. И думают, что при транспортировке эту коробочку никто не будет переворачивать, и все так красиво, аккуратно доедет. Но службы перевозчики бывают разные. И бывает, что коробку не раз бросают в дороге, и земля эта прекрасно высыпается. Особенно, если вот сверху так не было ничего уложено. В нашем случае, конечно, коллекционер постарался максимально приложить все усилия, чтобы фиалочка в дороге себя чувствовала хорошо, и земля при транспортировке не просыпалась. Вот все, мы убрали, получается, наш пакетик. И здесь осталось снять только ватные спонжики. Мы их аккуратненько убираем. Вот, и вы видите, что фиалочка добралась целой и невредимой. Вот такое красивое маленькое растение. И еще мне перепало немножко листиков. Вот, видите. Вот так запаковываем на листики аккуратненько тоже. Так, пакетики убираем. Вот, смотрите, я хочу показать, как коллекционеры отправляют листочки фиалок. На таких маленьких пакетиках получаются листики, которые оборачиваются либо влажной салфеткой, либо влажным ватным спонжиком. Вот. И кто оборачивает фольгой, а кто просто ватным спонжиком влажным и в пакетик. Вот такие листики получают те, кто заказывает фиалочки. Теперь остается только размотать фольгу аккуратно, убрать ватный спонжик. Достать наши листики. Вот такие красивые маленькие листики. Вот. И посадить их в землю. Я пока этого делать не буду. Сейчас все это назад заверну в ватку аккуратно. Вот. Сделаю перепись населения всех растений, которые ко мне приехали. И тогда уже займусь посадками. Вот таким образом мы с вами сегодня увидели, в каком виде приезжают к нам растения, которые мы заказываем по почте. И теперь вы можете не бояться, смело заказывать. Либо листики, либо детки. Либо вот такие вот пасынки. Вот. Если растение хорошо упаковано, то по дороге с ним ничего не случится. Самое главное подобрать надежную упаковочку. Хорошо аккуратно проложить вверх горшочка, чтобы земля не просыпалась. Если это листики, то хорошо отжать ватку или салфетку. И тогда все растюшки доедут к получателю абсолютно в таком же виде, в котором вы их и отправляете. Всем спасибо за просмотр. Удачных вам покупок. И желаю вам, чтобы все ваши пялочки попадали к вам в таком красивом виде, вот как я получила сегодня. Пока-пока. Пока-пока.